здравствуйте друзья я вас приветствую на канале openweb и сегодня я с вами поделюсь альтернативным способом изучения программирования в основном когда человек приходит в IT или хочет зайти в IT он пытается нагуглить какую-то информацию что такое программирование что такое языки программирования как это вообще работает и зачастую находит информацию такого вида вот у нас есть язык программирования у него есть вот такие-то типы у него есть такой-то синтаксис у него такие-то паттерны такая-то структура и по мне это самый верный способ забить на это хер Сло А называется пределом числовой последовательности xn тогда и только тогда когда для любого сколько вообще программирование служит для автоматизации каких-то процессов и поэтому альтернативный способ исключается в том что найти себе задачку обычно задачи они сами все находятся и попробуйте ее автоматизировать сделать для себя какое-то приложение которого вам поможет вот недавний пример из жизни как такие задачи появляются вообще сами собой которые нужно как-то автоматизировать и готовых решений просто нету мы с женой в этом году поднимались на вулкан Казбек это пограничная зона амбиза в России и Грузии разумеется связи там ловно счетом ноль есть только в одной точке за ним оператором и еще спорализация телефона надо угадать чтобы поймать хоть как-то связь в общем задача такая простая то есть ты неделю в походе на Гарет это северный маршрут он даже есть какая-то категория он сложный и нужно получать прогноз погоды а как получить прогноз погоды если вообще связи нету ну то есть ты не можешь выйти в интернет и посмотреть какая прогноз погода позвонить это тоже не может потому что связи нет в одной точке и не всегда бывает возможно тут позвонить но по гугл я узнал тут эсэмэски до туда все-таки доходит поэтому я сделал еще небольшой парсер который заходил на сайт Малдинфауэлкаст был прогноз на облизи трое суток там по тепяту по силы и ветры по направлению формировал мне эсэмэшку причем с эсэмэшку тоже очень вместе в эсэмэшку вылезает только 200 символ поэтому мне нужно было там определенным образом закодировать сообщение и отправить их на телефон на телефоне получал закодированное сообщение наверное у вас тоже есть какие-нибудь подобные вещи где вот можно было бы что-то пощупать то задача это довольно понятная то что зайти на сайт взять информацию упаковать в эсэмэшку и отправить на телефон и как раз такие маленькие задачи позволит вам с интересом изучить стукую вообще язык программирования как все дела работает потому что в процессе написания такой программки она вроде не просто не легкая да там засунул на сайтик скопил информацию вставил в эсэмэшку и отправил но вам придется узнать такой язык программирования как вообще парсится сайт как работа с внешними описками который предоставляет вот эти сервис по отправке смс и так далее это будет интересно а не вот это ну дядина какие типы у нас там есть tvx по дороге изучите потому что без них вы просто программе написать пост у вас будет это интересно написать такую программу которого будет выясать какую-то у вас небольшую задачку не берите очень большую задачу какую маленькую задачку телеграм-бот там сделать написанную книжку бота правил в книжку записал круга чем такое кому было интересно как всегда подписываться на канал и всем число года